Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Много есть достоинств по лотерингии. И пятикратная серия залпов, и все орудия расположены на носу, и мощный ПМК, бьющий дальше, чем маскировка корабля. И самолетики неплохие, с быстрой перезарядкой. И бронирование, как для гибрида, хорошее. И ГАП имеется, и ПВО неплохое. Но лично на мой взгляд, все это разбивается об одно – косость орудий. Я ведь ждал лотерингию не за самолетик, а за линкор с серией залпов, то есть корабль, с которого можно будет эффективно стрелять и наносить урон с главного калибра. То есть подобрал момент, и как влил урон своей пятикратной серией. Но на практике, увы, не тут-то было. Сигма 1.7 – это даже хуже, чем у Пруссии с ее 1.8. Не знаю, какие еще тут цифры задействованы, но лично на мой взгляд лотерингия ощущается, как очень косой дробовик. На экране сейчас вы видите, как я безуспешно пытался нанести урон мойки. Просто посмотрите, как летят снаряды, какая у них кучность и рассеивание. Возможно, еще дело в том, что снарядов в залпе всего шесть, поэтому чисто субъективно добавляется ощущение косости, так как пучок жидкий. Но как бы там ни было, ощущение косости орудий при стрельбе с лотерингии у меня одни из худших, а может и самые худшие среди линкоров топовых уровней. Плюс дело усугубляется мелким калибром, из-за которого даже если попал, то урона немного. В общем, я быстро понял, что пытаться на лотеринге и набить урон с дистанции – это вообще гиблое дело. На ней надо подходить ближе. Но даже со средних дистанций попадает очень плохо, если только совсем уж с ближних. Но тут начинает сказываться то, что в ближнем бою корабль живет отвратительно, ибо какая бы не была хорошая броня у него, но авиационный ангар – это уязвимая мишень по-любому. А еще боеспособности у нас, по сути, как у девятки. При этом ПМК, как оказалось, тут не повышенной точности, как у Шлиффена, а обычной, как у Пруссии. То есть за короткое время много урона с ПМК не набьешь. А долго еще попробуй проживи, ибо корабль стачивается очень быстро. Вот и получается, что издалека совсем косой, а вблизи неживучий. А еще стрелять лично мне с него – ну очень неприятно, из-за косости. Конечно, при желании с корабля можно выжимать что-то интересное, особенно если повезет в бою. Плюс самолетиками летать часто, наковыривать урон, кошмарить эсминцы. Самолетами, кстати, довольно удобно по ним стабильно попадать. Но меня все время не покидала мысль – а зачем мне все это надо, если корабль не приносит удовольствие от главного – от стрельбы. А в ближний бой ворваться и раздать он тоже не может. Объективно плохим я корабль все-таки называть не стану, так как если приноробиться к его особенностям, то можно, наверное, показывать неплохие результаты. Поэтому скажу лишь за себя, что мне корабль не понравился от слова совсем, сильно разочаровал. Дать кораблю пятикратную серию залпов и при этом сделать так, чтобы она не попадала и не дамажила, мне такое не зашло. Но вы смотрите сами. Может найдете в корабле другие достоинства или вам он может покажется не таким косым. Напишите тогда в комментарии. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай.